едем по улицам батуми вот какая красота сбоку пальмы брусчатка конечно тащить планер по такой красоте тяжеловато но что поделаешь на красный свет иногда приезжаем даже в очередной раз заходило солнце привычный для нас да как-то на фоне одинаковые на фоне какой-то день третий день пути друзья третьи сутки едем хорошо до армении осталось 28 километров до сопровождает машина сопровождения посмотрите прям приятно что сопровождают врубили мигалочку и спокойненько нас страхует сзади чтобы никто нас не обидел представляете а проблем у нас нет у нас с гришей есть такая поговорка это не проблема так вот у нас очередная это не проблема это у нас то ли ветром сорвало печать на прицепе то ли кто-то залез прицеп посмотреть что же за подводная лодка там внутри у нас отсутствует одна пломба и нас ждут приключения это не проблема это просто приключения вот смотрите опечатано номер и так далее нельзя открывать надо ехать дальше вечерело друзья и сейчас нас начинаются настоящие боевые приключения планер развернут спиной к границе то есть мы учат на территории грузии с той стороны армения и как мы всегда шутим своим другом это не проблема так вот очередная возникла не проблема меня прогнали естественно с границы снимать нельзя но вот я отошел я спросил на сколько метров отойти метров на 30 ну вот 30 метров от машины сейчас нахожусь и попытаюсь объяснить вам суть проблемы проблема в том что нам сказали что вы летать на плане ли в грузии не сможете точнее сможете но надо оформлять временный вот это долго нудно что вы хотите игры мы хотим этот планер дотащить границы с арменией пожалуйста мы делаем вам транзит и при транзите естественно все же знаешь нужно как-то что-то нагреть какие-то пломбы на пломбировали пломбировали сзади для того чтобы мы не смогли открыть крышку и поднять ее достать планер на нем например полетать в принципе разумное требование а дальше поставили еще пломбу на крышку багажника плане где могут там всякие стойки хранятся и прочее вот эта крышка это динамического потока от того что постоянно бр-б-б-б-б-б-б-бошли и трясло вам бы это слетела разрушилась не знаю что с ней стало возможно на стоянке кто-то полез знаете как мы кушали красивый прицеп там какая-то дверка но кто-то может заглянул посмотреть что там есть я не знаю я тут пломбу не брал мне это нафиг не надо гриша это тем более не надо и сейчас заявлено следующее что вы что-то держали внутри прицепа соответственно дальше когда сюда ехали вот по территории вы это вынули пломбу вскрыли вынули кому-то что-то отдали и соответственно вот вот такая версия сразу возникла чем на мои слова что вообще-то действует презумпция невиновности и вину нужно доказать докажите что мы что-то отдали давайте вопись какую-нибудь посмотрим описи естественно никакой нету в принципе находится планер с крыльями с хвостом и так далее что там еще может быть ну короче в очередной раз отсутствие компетентности в данном случае и ну не знаю сразу какого-то низа хамство какого-то вот такого давления какого-то вот вы на мою голову геморроем взялись еще на въезде было такое ощущение идет по нарастающим на везде было полегче ну гриша сейчас бегает я не считаю нужным доказывать что я эту пломбу не снимал я говорю я ее не снимал значит я не снимал кто мышь машину не охраняли соответственно возможно кто-то залез значит если нужно как-то поломбировать надо как-то серьезнее нужно делать надо было значит какой-то пакет со скотчем туда намотать еще что-то расскажу как это чем это кончится но пока реально грустно и я задолбался и никогда больше в жизни в такой три по постсоветским странам не поедут к чертовой матери буду летать европе летите на конем все здесь как она есть вуаля вот так решается вопрос пломбами причем нормально грамотно в армении а вместо вот этого странного извращенчинского способа грузии ну ладно прошли пролетели эту историю собственно это победа друзья можете поздравить в данный момент времени мы уже на территории армении планер опломбирован потому что едет на таможню и мы покидаем границу о малышка рычит говорит давай поехали уже заточивали в гостинице все прекрасно можно двигаться дальше по времени мы потеряли на грузинской стране где-то часа три-четыре и что-то было двух с половиной трех часов армянской то есть это относительно быстро по сравнению с предыдущими вот этими ночевками на границе в этот раз мы прекрасно в двум часам ночи были свободны и смогли нормально поспать весеннее небо мощные потоки у нас только что было 7 метров в секунду летаем мы на электрическом пепестреле всего лишь 20 процентов батарейки разрядилась для взлета сейчас у нас 80 процентов осталось друзья фантастика но это факт вот пепестрель починили про это отдельный ролик а сейчас я хочу написать кусочек для ролика про путешествие пепестреля только бензинового из франции в армению мы все-таки доехали до армении и сейчас кусочек как мы выезжали из грузии въезжали в армению про пограничников так вот пограничники существа наверное хорошие принципе но иногда плохие в частности например на грузинской границе нам досталась пограничница как вам так сказать вот не нужно на работу брать неудовлетворенных жизнь у женщин наверное которые пытаются на своей работе в данном случае пограничной но выместить свои комплексы обиды может быть проблемы физиологического характера на простых нормальных гражданах типа например меня и григория то есть гриша попал из женщина которая просто начала над ним по нам по меньшей мере на мой взгляд издеваться то есть она потребовала вы чего не видите здесь что надо здесь отметить вы что не видите ну я привык например на да что за меня а могут что-то заполнить или б подскажут как заполнить но я не обязан досконально знать нюансы прохождения грузинской границы особенно на выезде вот так чтоб вот прямо у меня от зубов отскакивала я вот каждой галочки ставил свои пупочки нет также и гриша он сначала терпел вежливый человек вежливый все-таки образованный и он терпел сколько мог но в конце концов он сказал женщина почему ты давно издеваетесь почему я вам что-то должен я по меньшей мере должен пройти границу а вы должны в этом мне помочь до меня проверить но при этом еще и помочь и там ой друзья это был просто пляски с бубнами я присутствовал при этом не было стыдно за человечество и за эту женщину в частности ну вот но мы ее проскочили я думал что на этом заключение все наши закончились мне досталась какая-то более спокойная пограничница до меня прошли пола просто все будет вам не в моих документах прошли пола и выгнал меня вот и гришу и наблюдал таскать на удаление но уже в армении мне попавался примерно такого же состояния пограничник но только это знаете немножко другое это я же вы знаете не россии с никакой мрази но в данном случае это представитель так сказать такого на ортодоксального ортодоксальной части населения которое живет где-то в горах выглядит определенным образом сохраняет все эти видимо традиции предков и прочее прочее видимо женщин продают за баранов еще что-нибудь вот то есть выглядел именно так в нем читалась ненависть только от того что я уже не той национальности который он и первое что он у меня задал вопрос он увидел мой литовский паспорт значит он его возбудил каким-то образом и отдавать значит от меня требовать ну не требовать он начинает отчество что вы почистали грунт какое твоего не твоего ваше отчество какое вы зачем вы требуется но мне как мне так надо мне надо чтобы мой литовский паспорт поставили в штамп по везде в армению и я пошел бы от вас этого более чем достаточно я дал бы свой паспорт и дополнительную информацию об вам предоставлять не обязан просто потому что вам нужно всего лишь паспорта для этого достаточно ты что в обезьянник захотел цитата данном случае я говорю да я подумал друзья контент огонь нам предстоит волков в обезьяннике из вообще ну и потом на самом деле какие основания основания у него только его личные желания засунуть меня человека говорящего там данном случае на русском языке в обезьянник потому что я видите ли ему не понравился почему-то я сказал что у меня есть паспорт литовский этого документа достаточно для прохождения границы и я буду проходить по паспорту никакой дополнительной информации ему не дам значит он позеленел посинел и так далее я начал готовиться к обезьяннику он куда-то сбежал вот вот вернулся он с более высококультурным пограничником то видно сразу во первых возраст то есть это это был какой-то боевой папенький сынок с какой-то аула грубо говоря которого вот поставили туда и вот он там сидит играется большого начальника на границе второй человек был явно более высокого звания более умудрен и жизненным опытом он начал вежливо игорь ну вы понимаете что какая сейчас и международная обстакановка какая-то был типа война там и все дела вдруг вы там были на территории армении ой армении азербайджана а вдруг вы там в азербайджане не нибудь я был турцию ненавижу я почему турцию ненавидимы только что они пытались вас плане отобрать успокоился стал более брак желательно дальше а когда у вас дата рождения а вот 4 февраля а как вашу папу звали а это уже неправильный вопрос это уже выжил ваша коллега спросил отчество я не хочу его давать но понимаете у нас много баз данных и там есть отчество мы же должны выяснить хорошего или плохой был так вы есть признать и не донс я по определению хороший а вот уже если вы каким-то образом сможете доказать что я плохой это уже ваши пожелания так вот я не хочу помогать вам что-то делать извините но во свое отчество вам не скажу ну и тут выяснилось что я все мы все-таки проезжаем с этим планерным прицепом на котором знаете границы и так далее подобное но в конце концов все успокоилось и самый приятный момент этого всего мероприятия был то что видимо человек старше по званию более опытные возрасте убедил вот этого молодого дятла извиниться и когда я заходил на территорию армении вот это вот существо оно пробучало добро пожаловать в армению спасибо и вам хорошая вечер вот также друзья это был единственный негативный момент на въезде в армению и это наверное все таки не такой фактор постоянно это человеческий фактор именно такой что на работу пограничниками ставят сынков чьих-нибудь не людей которые профессионально должны красиво это делать а вот сброд всякий я рекомендую республике армения присмотреться к этому парни мне очень понравилось видно что это страна с семимильными шагами идет надеюсь что светлое будущее то есть многое меняется и путь в принципе правильный поэтому дай бог стране удачи мы там обязательно полетаем привет пограничникам человеку которого хорошее звание мысли большой привет а человеку которому надо еще учиться так сказать существовать на планете земля давайте-ка из пограничников куда-нибудь еще там получимся а потом будем работать и желательно на своем месте поэтому настроение хорошее собственно и миссия комплит мы в армении с планером что и требовалось ну что ж друзья можно оценить потенциал летное место посмотрите как красиво то есть для этого озера можно долететь из еревана всего лишь 50 километров мы к матер хордо летали на пепестрили это 270 то есть вообще не проблему как это не проблема мы еще и набираем с видом на матер хорно вот это невероятное зрелище вокруг ледники всякие и даже слов нету одни буквы точнее слова есть там почему-то ты не цензурный лезут а у нас же детский канал но в том смысле что дети тоже смотрят вот он матер хор мы это сделали долетели до него на тауросе вот это все зачет мотер хор взяли следующая задача вот его вершина вернуться назад солнышко спецвершину смотрит вау unbelievable я здесь не первый раз друзья но вообще очень красиво все до свидания мотор порт вот избушка кстати на курьих ножков и пинисты всякие скорость побольше и главное не было бы бояться я если честно было бы боюсь немножко надо видеть и запоминать на самом деле расположение перевала потому что я не помню как чем заканчивается вот эта гора если там дырка или нет дырка есть если над этими склонами не будет восходящих потоков как это век мне погоды не видать сейчас надо на завтра где-нибудь остановиться потому что она того стоит чайки сегодня сонные так хорошо летали кушали а сейчас вот ленятся друзья карм иди ковиды как им кричать то чайки а вот они взлетели ставить смотрите а давайте давайте к нам вот самая умная смотрите самая умная чайка вот она лапочка давай ну но мы тебя с очень вкусненько дадим используется эти динамик подул ветер встречный вот она прям вот сейчас еще чуть-чуть бы ветерка и парила бы жирная такая хорошая давай а вот кидай при приготовились кидай об не бы не поймала мы пытаемся покормить чайку они здесь летом прилетают и активно едят хоть хорошая вот это самая умная чайка книжка есть ричард и баха рассказ чайка по имени джонатан ливингсон чайка которая любила летать вот это вот видите с чайка которая любит летать вокруг чайки ленивые которые не любят летать просто сидят и ждут когда будет какая-то жратва но они при мне ловили рыбу какую-то бурл упор причем все 100 и делили лидер банили и и было очень интересно на это посмотреть полетали и мы тут будем летать друзья над этими горами явно все хорошо с погодой будут и потоки в принципе динамик может быть если будет ветер весь этот склон склоны вот этих гор могут работать очень красиво все смотрится потенциал шикарен будем исследовать ну что малышка спасибо довезла доехали это конечно не конечная путь маршрута потому что нам еще доехать до ивана но в любом случае здесь можно сказать что все получилось получилось проехать от франции до армении пройти все вот эти пограничные переходы контроля и прочее прочее гриша ты куда иди обнимать как потом потом сейчас мы с тобой делаем контрольные контрольные обнимашки контрольные обнимашки ну что ж мы доехали ты там ты счастлив очень это был спорный вопрос неизбежно вы три дня с ним жили в машине в одной машине да ну что ж до новых встреч губа уважаемые любители летных видов спорта до новых позитивных роликов мы обязательно поснимаем с воздуха что-нибудь к сожалению не в этот раз у меня заканчивается время мне нужно быть во франции в первого числа но в перспективе будут видео вот полетов над этим озером и Какая-какая?